20 минут о красивой жизни, стильных событиях, интересных людях. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Вы смотрите Beauty Time, программу о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Брови – это лицо лица. В сегодняшний день брови, мне кажется, это самое главное, что вообще есть. Добавляешь бровки, и взгляд сразу меняется. Он освежается. Благодаря бровям можно сделать абсолютно все. На самом деле это началось с личной проблемой, потому что у меня своих бровей практически нет. Вот, поэтому мне хотелось узнать, как делать их себе. А потом смотрю на других, хочется тоже как-то вот приукрасить, помочь найти свою форму. Именно так и началась история Броу Сент. Под этим брендом теперь будут выпускаться мастера-бровисты. Идеальная форма, безупречный оттенок бровей – на сегодняшний день, пожалуй, главные приметы современного внешнего вида. Именно поэтому мастера архитектуры бровей сегодня так востребованы. Конечно, девушка всегда может все. И дома мы можем и маникюр сделать, и можем себе укладку, и брови, и макияж. Но благодаря опытному мастеру, который возьмет все в свои руки и сделает то, что ты хочешь, то, что подходит твоему лицу, ты такого, конечно, дома не повторишь. И, несомненно, надо хотя бы один раз в своей жизни сходить к мастеру профессиональному, чтобы тебе сделали брови, показали, как надо краситься, где надо затемнять, где надо их поднимать. А потом ты уже можешь поддерживать это, конечно, дома. Но руку мастера ты не забыть никогда. Если визажист готовит образ на один день для особого случая, то задача мастера-бровиста – создать форму, которая останется с клиенткой и завтра, и послезавтра, и все последующие дни до нового визита в салон. Когда ко мне девушка приходит на брови, мы с ней, если у нее действительно есть проблема поддерживать форму, мы с ней садимся, разбираемся, как правильно ее себе отстроить дома, чтобы ее поддерживать. Ну, нужно понимать, что девочке, которая учится, к сожалению, можно отучиться, но не каждое это дано. А хорошего специалиста видит клиент. Буду этого стесняться. Профессионалов сейчас буквально надо выискивать, кто действительно владеет всеми техниками, кто знает, какой тон нужен, который действительно чувствует то, что хочет клиент. Там же нужно подбирать под цвет кожи, под цвет глаз, под все. Обучиться всем этим нюансам можно в рамках расширенного курса «Броу Сент», преподаватели которого знают о бровях все. У меня более расширенные программы, которые как раз-таки нацелены на результат сразу после. Дневный курс, он все-таки остался, и сейчас появилась программа на 7 занятий и на 5 недель. Но в 5-недельном курсе там 3 спикера. Я занимаю 2 недели. Одна неделя у нас мастер перманентного макияжа, визажист и бровист также. И третий спикер – это у нас специалист по маркетингу, по продвижению, отстройка от конкурентов. То есть у него также есть практические занятия, где мы подробно все разбираем, настраиваем. И уже выпускаем не просто мастера, а который уже действительно встал на ноги и уже после выпуска сразу может себя зарекомендовать. Теория, много практики и продвижение личного бренда. Так вкратце можно описать успешную карьеру специалиста индустрии красоты. На самом же деле требований к хорошему мастеру гораздо больше. Чувство стиля, терпение, ответственность, коммуникабельность и, конечно же, любовь к своему делу. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. О модных тенденциях стилисты говорят с точки зрения необычных сочетаний предметов в гардеробе. Дизайнеров же чаще всего вдохновляют ткани, их цвета, принты и фактуры. Что будет модно в сезоне «Весна-лето-2019» рассказывает эксперт по текстилю Наталья Лукошкова. Сезон в сезон, из года в год мы носим цветочный принт. В крупных и мелких цветах, графичных и акварельных, легких и плотных. И цветы – это как раз тот самый принт, который позволяет женщине выглядеть максимально женственной, такой девочкой-девочкой. Но он один из самых опасных, потому что даму славянской внешности он может превратить в красавицу сельской местности. Если вы выбираете цветочный принт, пусть цветы будут либо нарисованы детской рукой, либо как с картинной экспрессионистов. То есть что-то в них должно быть необычное, дерзкое. Леопард, зебра, змеиная кожа – это, конечно, один из самых сексуальных, самых провокационных, самых сложных принтов, потому что есть те, которые без него жить не могут, и те, которые его избегают. И дело в том, что как раз-таки дизайнеры и производители текстиля нашли замечательный компромисс. Они леопард покрасили в необычные цвета, стилизовали и расширили категорию дам, которые могут себе его позволить, потому что он более ироничный, более легкий, не такой экспрессивный, не такой агрессивный. Еще анимация встречается в нарисованных животных. Это могут быть коровы, причем замечательное сочетание коровы с горохом. Это павлины, птицы, кошки. И подобные ткани могут себе позволить как раз-таки дамы с большим чувством юмора, с большой самоиронией. В моде сейчас неоновые цвета. Они яркие, открытые, где-то безапелляционные. И, конечно, кому-то они идут, особенно идут молодому поколению. Если мы говорим про современных женщин, которым чуть больше 20, то, конечно, неоновые цвета – это не совсем их категория. Лучше выбирать цвета пастельные, приглушенные, пыльные, сложные. И если мы выберем монохромный образ, например, в одном цвете, но в разных фактурах, будь то как тавтун и кружево, например, сочетая спортивный бомбер и кружевную комбинацию, получим как раз-таки очень красивый, современный, спокойный, аристократичный образ. Никакой другой цвет так не оттеняет загар летом, как белый. И каких бы он ни был оттенков – сливочный, ванильный или просто чисто белый, он, конечно, выглядит очень свежо, он выдерживает максимальную жару. Конечно, белый – это чистый лист бумаги, и поэтому, если мы говорим про гладкую белую ткань, то необходимо дополнить конструктивные линии, чтобы изделие смотрелось более сложным. Белых тканей сейчас очень много в разных фактурах. Это и шитье, и кроше, и кружево, и органза, и жаккарды. И как раз-таки все эти ткани смогут создать платье, про которое мы говорим, усидеть на всех стульях. В зависимости от того, куда вы наденете белое платье, ему можно и поднять градус торжественности, например, шпилькой, красивыми аксессуарами, или, наоборот, впустившись в повседневность, достаточно просто надеть кеды или сандалии. Так что сейчас очень много тканей, которые универсальны, они дают нам эту возможность. Без чего мы не можем обойтись летом – это без хорошего дождевика. Будь это тренчко, тонорак или парка, в общем, любое стилистическое решение, которое вам ближе. И, конечно, такой плащ будет ультрамодным, если он выполнен в цветах нынешнего сезона. Например, таких, как тофи, синяя принцесса, розовый павлин, террариумный мох, куркума, желтая осина. Всё это очень художественно звучит и не менее художественно выглядит. Какими бы ни были модные тенденции, но ваш образ должен отражать вашу индивидуальность. Это красная линия, о которой говорят сейчас все стилисты мира. Будьте сами собой, знайте, что вам идёт. Подбирайте ткани, соответственно, своему внутреннему состоянию, чтобы ваш образ был максимально гармоничным, чтобы люди воспринимали вас очень органичной Личностью. Здесь два пути. Можно довериться либо профессионалам, либо доверять зеркалам. Массажи народов мира, спа-медитации, арома-ванны, колотеновый солярий, чайные церемонии, все секреты восстановления здесь. Этно-СПА. На Академика Королёва, 31. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска, на Кирово, 159. Традиции ювелирного мастерства в современной подаче. Авторские украшения из золота и серебра. Эксклюзивные обручальные кольца. Дизайнерские работы только с натуральными камнями. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Город Челябинск. Цвилинга, 44. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Этой весной отмечают сразу два юбилея. 30-летие имидж клуба «Светлана» и 20-летие платья города. Круглую дату решили отметить на старом месте. А в качестве площадки снова выбрали театр оперы и балета. В числе участников VIP-дефиле – специалист по рекламе, юрист, журналист, врач и бизнес-леди. В обычной жизни очень сложно быть вот такой цветной и совмещать в себе еще и директора. Но здесь сегодня есть такая возможность раскрыть, наверное, свое внутреннее состояние. Вот я такая и есть внутри. Два раза в неделю мы ходили правильно, нам ставили осанку красивую, нам показывали правильную ходьбу моделей. То есть с нами работали и психологически. Не бояться публики, не бояться ходить. Образы участников VIP-дефиле созданы челябинскими модельерами и стилистами. В их числе – дом моды «Фортуна». У меня четыре модели. Коузова Елена Александровна – замминистра. И мы ей королевский образ сделали. Молочное платье коктейльного типа с ручной работой кружевы. Все кружево расшито красивым жемчугом. Ольга Грачева. У нее такой комбинезон яркий и кейп. Кейп из сетки. Мы сделали шляпку ей. И шляпку декорировали цвет комбинезона. Денис Мякишев, он зампредседателя союза журналистов. Со своей дочкой выступает. Сделали вначале образ девочки-принцессы. Папе сделали. В этом цвете клубный пиджак. Наряд очень красивый. Мне нравится. Мне нравится мой образ. Я не очень люблю различные аксессуары. Но вот в этом костюме мы это попробовали. Мне кажется, что получилось. Появилась шляпа. Появился вот этот вот сетчатый кейп. Очень модный на сегодняшний день. И я, в общем-то, себя чувствую в этом очень органично. В этот юбилейный год организаторы отказались от конкурса молодых дизайнеров. Это скорее показательное выступление уже известных лидеров ателье и домов моды. Я не боюсь играть с красками. Они замешаны. Сейчас очень модно смешение фактур, приток, цветов. Это моя фишка. Я в трикотаже люблю работать как с живописами. Как будто бы рисовать картину. В моей коллекции преобладала цветовая гамма нежных пастельных оттенков. Пудровые, кремовые. Нежные цвета, а также чистый, лиловый, розовый. Эти дизайнеры такие разные, но их объединяет идея женственности, которая, несмотря на тенденцию унисекса, все-таки поддерживается нашими современницами. Моя эстетика, она предполагает, что все-таки женщина должна быть женственной. Соответственно, я делаю одежду именно женственной. Даже у меня, в частности, в моем гардеробе иногда появляются такие вещи. Если это комфортно, почему нет? Вообще, в женском гардеробе многие вещи заимствованы именно из мужского костюма. Как то цветочные принты, те же самые узкие обтягивающие брючки. Я верю, что это не приживется надолго, поскольку это просто помешает демографии. Это свежайшая коллекция. Народные мотивы, смешение стилей разных этносов. То есть татарский костюм – это такой собирательный образ, поэтому там включены и паволжские татары, и казанские татары, и частично крымские татары. Это коллекция весна-лето, которая, как и все мои коллекции последнего времени, они построены на искусстве, на искусстве живописи. Я заявляю, что женщина, она как прекрасный цветок должна носить цветочные принты, сочное сочетание тканей, быть индивидуальной. 15 показов, 15 модных концепций наступающего сезона. Город в ожидании перемен к лучшему, которые, скорее всего, начнутся с появления модных, стильных и красивых людей на наших улицах. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Весна и цветочный принт имеют непосредственное отношение к друг другу. И хоть в современной моде понятия сезонности уже давно отсутствует, все-таки есть какая-то необходимая потребность с наступлением тепла надевать платье в цветочек. Если говорить об ультрамодной подаче цветочной темы, то это может быть шифоновая модель оттенка Princess Blue, одного из десяти цветов этого сезона. Совместить женственность и практичность, а также добавить образу остроты позволят брюки с цветочным принтом. А очень изысканно эта идея будет смотреться в строгом черно-белом сочетании. Ну и, наконец, вездесущая спортивная тема. Также не обходится без растительного орнамента. Цветочный бомбер или свитшот также добавит настроение и красок. Камзол Первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит 223-4363 Европейская одежда для реальных женщин Сеть салонов одежды Априори Более 20 известных брендов из Германии Регулярное обновление коллекции Размерный ряд с 44 по 60 Сеть салонов Априори Проспект Ленина, 71 Труда 166 ТРК Горки, 2 этаж Пошелушишь колосочек, очистишь пшеничку и скушаешь Сразу чувствуется запах хлеба Без соли, без ничего Ну приятно Вот эта легкая белая мука Мягкая-мягкая Макфа. Основа творчества Сколько нужно времени, чтобы избавиться от варикоза? Запись на прием 2 минуты Диагностика и сдача анализов займут 50 минут Сама лазерная процедура 40 минут Всего полтора часа и вы избавлены от варикоза Быстро и безболезненно Все сюжеты Beauty Time, новости и анонсы событий на сайте bt31tv.ru На наших страницах ВКонтакте и Инстаграм Ищите по хэштегу BeautyTime нижнее подчеркивание ТВ А на этом выпуск завершен До встречи! Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...